Всем привет! Никогда не мог подумать, что буду делать подобное видео, но действительно, меня на стримах часто спрашивают, что им купить на аукционе, и я решился-таки туда залезть и запилить видео. На самом деле, выбирать из машин, представленных на аукционе, это все равно, что выбирать между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом, так как большую половину из них, скорее всего, переведут в коллекционные и затем понерфят, а другие просто вежливые синонимы слова «хлам». Сразу отметаются аппараты типа М60, Чифтен, НК-6, МИС-прототипы, КПФПЗ, хотя последний и даром не нужен. Далее под угрозой Дракулы с Хелсингом и все вентные танки по типу вселенной Вархаммера. Почему они отметаются? Да потому что они первые перекрасятся из золотого в голубой, и некоторые из них реально подходят под кандидата на нерв. Возможно, что-нибудь поменяется в будущем, но пока вероятность этого хода очень велика, поэтому рисковать своими кровами я бы точно не стал и вам не советую. Далее отметаем всякий хлам в виде Лоррейна, Франкенштанка, ФТ-34-3 и остается-то всего ничего. Первый кандидат, предыдущий на место в вашем ангаре, это Череновый. Уже много было сказано про него, есть и обзоры на канале, есть упоминания его в рейтинге фармашин, в общем, инфы на валов. Единственный момент, который стоит вашего внимания, это требовательность к скилу. Если вы пока играете на 40, 45 или даже 50%, то лучше пока забыть о нем, ну или купить про запас. Стоит он сейчас 7500 голды, что реально копейки в сравнении с первым появлением в игре, поэтому дешевле точно никогда уже не будет. В общем, танк реально фановый, главное, что он пременный и его точно не понерфит, плюс может неплохо пополнять вашу казну, поэтому достоин занимать место в вашем ангаре. Далее, защитник. Ох, уж не думал, что этот танк еще хотя бы раз мелькнет в моих роликах, так как для меня это не более чем мусор, которым можно управлять и при этом выглядеть как несостоявшаяся порно-звезда анального секса, когда уходишь на КД. Но это совок, а значит мы можем просто нагло переть и разрывать тылы врага, ибо мы защищены магией. Для новичка это хороший прем, который позволит научиться чувствовать бой, который простит 80% ошибок и который еще и фармит, хоть как-то. В свое время про него отснято очень много роликов, кто он и что он, поэтому не буду нагружать данный видос цифрами, но единственное, что хочется отметить, это его цену. 19! Мать его! Тысячи голды! Щети-мачети! За эту сумму можно купить 3 танка с аукциона и на сдачу премиум аккаунт. Так что если вы не из семьи Рокфеллера, то вместо защитника лучше рассмотреть М4-49. Бронированные, фармящие, уродские правда, но за 7к голды. Однако, если стоимость не имеет для вас никакого значения, то берите совка. И последнее, что можно вытянуть с аукциона, это китайский Type 59. Кто бы мог подумать в 2к-16, что когда-то этот танк будет стоить дешевле льва. Да, в те далекие времена мы его покупали за 5 косарей рублей и были рады, так как он был лучшим премиумом, по мнению многих игроков. Не меня, естественно. Однако, теперь, после кучи-кучи-кучи-кучи-кучи изменений, Type утерял свое превосходство. Но в одном он не изменился. Это фарм. По-прежнему за 2-2,5 косаря дамага Type пополнит ваш ангар на 65-70 тысяч серебра, что вполне неплохо на фоне других премиум. Ну, а учитывая его нынешний курс, то он вполне заслуживает место в вашем ангаре. Ну, на этом как бы и все. Скажу больше, даже эти кандидаты вошли с натяжкой, так как их роль в рандоме давно ослабла. А к остальным нет доверия, ибо новая хитрая тенденция варгейминга, перевода танков в голубую армию, напрочь отбивает желание что-либо покупать. Конечно, это всего лишь мой взгляд на события. У вас свое мнение, и многие уже прикупили М60, Чифтенов, Дракул и так далее. Только потом не поднимайте, пожалуйста, шум, если их переведут в коллекционный и со временем понятный. И помню, и помню, за все, что делает ВГ, отвечает Александр Друдь.